Анатолий Митюшников ведет свой бизнес на территории Коряжмы уже 15 лет. Занимается продажей строительных материалов. В декабре 2014 года ему пришло письмо из областной инспекции труда. Намечалась проверка. Его, как руководителя, должны проверить на предмет соблюдения трудового законодательства. Но парадокс в том, что Анатолий и учредитель, и директор, и единственный работник предприятия. Я пояснил им в письме, что в моей организации работаю только я один. И смысла проверять меня, защищать мои интересы как работника от работодателя смысла нет. У них написано было, что затребуются документы в дальнейшем. Я попросил их написать, когда они затребуются. И стал ждать. Ответа также не было, но приехала проверка. Проверять предприятие приехала женщина, представилась Ириной Кувардиной. Вот только удостоверение государственного инспектора она предъявить почему-то не смогла. Вместо него достала из кармана водительское удостоверение и непонятный от ксерокопированный документ. Показала копию документа о приказе о приеме на работу, нечитаемую совершенно, и водительские права. Удостоверения у нее с собой не было, поэтому я посчитал, что согласно закону о предпринимателях, инспектор перед проверкой обязан предъявить удостоверение. То есть я не дал никакие документы, потому что я не уверен, что это был сотрудник инспекции труда. Запрос документов для проверки был произведен через прокуратуру. Анатолий без промедлений предоставил все необходимые бумаги. Следующая встреча с Ириной Кувардиной состоялась спустя две недели в кабинете Котловской госинспекции труда. Анатолий решил подстраховаться и включил диктофон. Нет, я не отказываю вам, просто не могу посмотреть. Так посмотрите, найдите. Я не могу с вами долго сидеть. Так вы подготовились к вы... Я подготовилась по выездной проверке. Так вы покажите мне на основании чего... Короче, все, ладно, ну не предоставили. Все, отказались, не доставили. Я не отказалась вам, я предоставила. Ну, предоставьте тогда. Я вам отправлю почту сегодня. Потом вообще получилась абсурдная ситуация. Она мне дала протокол ознакомления. Я стал знакомиться с этим протоколом. Она вскочила, начала его вырывать. У меня этот документ, начала его рвать. Стала вести себя вообще неадекватно. Подождите, ну подождите, что вы делаете-то? Вы почему вырываете-то? Вы почему вырываете у меня документы? Это не документ, я вам предложила начать... Не трогайте, пожалуйста, вы мне дали. Вы куда вырываете-то? Можете оставить меня в покое? Нет, я тихонечко... Вы оставьте мне документ, вы мне дали ознакомиться. Вы почему вырываете? Ну я вам дала... А что вы мне дали? Я все взял. Вы куда вы меня врываете? Я не выдавал. Спустя еще две недели Анатолия Митюшникова опять вызвали в Колосскую инспекцию труда для составления протокола. На сей раз с ним общался Сергей Николаевич Сергеев. Удостоверение инспектора у того было при себе. Первое, что я у него спросил, может ли инспектор труда проводить проверку по водительскому удостоверению? Естественно, он сказал, что нет. Я вам задаю вопрос. В водительскому удостоверению является документом удостоверяющим личным? Да нет, конечно. Конечно нет. То есть проверка, если не соблюдены порядки, является незаконной? Водостоверения нет, да. Но не так. Так как тогда? На основании чего вообще проводилась проверка? На основании чего была внеплановая проверка, Анатолий так и не узнал. На некорректные действия сотрудников инспекции труда Анатолий подал жалобу в областную прокуратуру. Но там ответили, что нарушений в действиях инспектора Кувардиной при проведении проверки не выявлено. 4 марта этого года Коряжемский мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Якобы Анатолий Митюшников воспрепятствовал деятельности должностного лица органа государственного контроля. Отказался предоставить документы инспектору труда. Вывод суди. Водительские права содержат все необходимые реквизиты для установления личности гражданина. И еще один странный довод. Митюшников ранее был лично знаком с Кувардиной. Здесь написано дословно. Перед началом проведения проверки представителю строймарки Митюшников было предоставлено водительское удостоверение, которое содержит все необходимые реквизиты, позволяющие удостоверить личность гражданина. То есть там дальше вообще было написано, что знает в лицо. То есть это вообще какое-то непонятное, что это такое. То есть достаточно знать в лицо, чтобы проводить проверки. И судья вынес решение штраф, потому что я не предоставил непонятно какому человеку документы. Водительские права могут стать удостоверением личности человека, но удостоверением полномочий инспектора вряд ли. Тем не менее, Анатолию назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Предприниматель решение судей обжаловал. Анатолий пошел на принцип и будет продолжать доказывать свою правоту. Перед законом все равны, и наличие государственной должности никому не дает права нарушать закон. Если бы ко мне приехал инспектор с удостоверением, все как положено, то есть, пожалуйста, документы у меня были, то есть я же их предоставил сразу же на осъединение прокуратуры. То есть принцип законности должен быть, естественно. То есть все должны выполнять закон. Тогда вообще абсурдность ситуации будет такая. Зачем вообще тогда делать удостоверение? Зачем тратить государственные деньги? А это не маленькие деньги, это, я думаю, миллионы рублей на изготовление данных удостоверений. Давайте тогда отменим, раз судья как бы решает, что не надо. Если опираться на решение суда, доводы областной прокуратуры и инспектора труда Ирины Кувардиной, то я тоже могу воспользоваться своим водительским удостоверением. И легко представиться инспектором ГИБДД, полицейским, сотрудником прокуратуры, да вообще любым государственным служащим, в том числе инспектором труда. Разбираться в том, обязан ли был Митюшников предоставлять коммерческие документы человеку с водительскими правами или нет, будет следующая инстанция – Коряжемский городской суд. Тем временем предприниматель направил жалобу в приемную президента Владимира Путина.